20-й год во всём мире прошёл под знаком пандемии коронавируса. На борьбу с опасной инфекцией, уносящей миллионы человеческих жизней, были брошены все силы – и материальные, и человеческие. Севастополь принял вызов. В рекордные сроки в городе оборудовали более тысячи коек для заболевших, закупили новейшее медицинское оборудование, развернули современную диагностическую лабораторию. В городе на базе инфекционки построили и открыли два лечебных модуля, оснастили их кислородными точками и аппаратами ИВЛ. Более 700 миллионов бюджетных рублей направили на поддержку медработников. Сильный удар нанёс коронавирус и по бизнесу. Городские власти в прошлом году первыми в стране разработали и приняли меры поддержки предпринимателей. На это выделили почти 13 миллиардов рублей. Наши региональные меры поддержки, которые мы здесь принимали, и законами, и постановлением правительства, тоже весьма значительны. Это 3,185 миллиарда рублей. У нас по статистике более 15 тысяч предпринимателей получили поддержку, что позволило сохранить более 45 тысяч рабочих мест. Потому что вся поддержка увязывалась непосредственно с вопросами сохранения рабочих мест. И предприниматели эту логику ответственности продемонстрировали. 2,8 миллиарда – это прямая поддержка семей. То есть, это те выплаты, которые в ковид были сделаны, включая 3 тысячи на каждого ребёнка. Ещё одно испытание, с которым пришлось столкнуться к городу – проблема с водоснабжением. Уровень воды в Чернореческом водохранилище в прошлом году падал до критического. В декабре наполняемость была всего 9 миллионов кубометров. Для сравнения, полный объём – 64 миллиона. Но до графиков отключения подачи живительной влаги, как в Крыму, в Севастополе не дошло. Михаил Разважаев с этой проблемой обратился к президенту Владимиру Путину. И здесь помог и Федеральный центр, и военные строители Минобороны. Заработали сразу три водовода – Инкерманский, возле горы Гасфорта и в районе Кадыковского карьера. В сумме дали Севастополю более 2 миллионов кубов воды. Так же, как и водозабор на реке Бельбек, который построили всего за 115 дней. Тоже суточно мы потребляем меньше на 5,5 тысяч кубических метров и продолжаем работу по, соответственно, сокращению потерь. Сегодня водохранилище в нашем 28 миллионов кубических метров. Мы точно спокойно проходим лет и осень. В принципе, до конца года чувствуем себя уверенно. Будем рассчитывать, что погодные условия не будут такие, как в прошлом году. За несколько лет с помощью Бельбека мы сможем Чернореческое водохранилище вернуть до отметки 60 миллионов максимальной, которая нам нужна, чтобы абсолютно город был в этом смысле защищён. Но решение проблем с коронавирусом и водоснабжением работа городских властей ограничиться не могла. Так же, как и поддержка Севастополя федеральным центром. До 2025 года нашему городу выделена беспрецедентная сумма – более 76 миллиардов рублей. В центре внимания решение ключевых для Севастополя задач. При поддержке, естественно, наших коллег в их палатах парламента удалось добиться вот 76,4 миллиарда рублей. Это те обращения федерального пристава к президенту, которые мной были инициированы. 16,7 миллиардов рублей из этой суммы будет реализовано в 2020 году. Это дополнительное финансирование на благоустройство, на здравоохранение. Это очень значительный наш сейчас вызов, наверное, ключевой. Приведение здравоохранения в нормальное состояние к лицензионным требованиям, ремонт многоквартирных домов. Ну, понятно, что это уже тоже постоянная история с нашими жителями осаждённого Севастополя. Отдельно губернатор остановился на теме городского бюджета. В прошлом году расходы составили на 3 миллиарда меньше, чем доходы. Бюджет социально направленный. В 2020 году на эти цели выделили почти 70% от всей суммы. Кроме того, Севастополь по итогам прошлого года вошёл в топ-9 регионов, по стране, по социоориентированности бюджета. В среднем расходы на одного жителя составили 81 тысячу рублей. О такой направленности как нельзя лучше говорит появление в Севастополе новых школ и детских садов. В 2020 году открыты школы на поспекте Античном и в районе Шевченко, Котехплюс. Детские сады в селе Орлином и на улице Семонок. Кроме того, отремонтированы два детских сада и девять поликлиник. Построены 24 спотплощадки. Отдельная тема – новые дороги. На эту статью расходов потратили более 8 миллиардов рублей. Построили более 20 километров дорог. Отремонтировали больше 120. А охват сёл газификации увеличили почти в три раза – с 14 до 41%. Чтобы голубое топливо появилось во всём городе к 2025 году и в сельской зоне тоже – одна из приоритетных задач для правительства Севастополя. Но на первое место здесь Михаил Развожаев поставил увеличение собственных доходов городской казны. Еще одна приоритетная задача для правительства – разработка и принятие генерального плана города. Ранее Михаил Развожаев назвал дату – 2022 год. Нельзя бегать как по городу, как с горшком с цветами и думать, на какой подоконник его поставить. Для этого должно быть четкое понимание и логика развития, согласованная здесь прежде всего в Севастополе, где каждый квадратный метр севастопольской земли имеет уже понятное свое будущее, где всегда будет сельское хозяйство и наши чудесные виноградники, где будут всегда наши особо охраняемые природные территории, где мы можем построить жилье и сколько мы его можем построить, где нам нужно построить современные гостиницы. В числе ключевых задач для городских властей и разработка и утверждение транспортной схемы, ливневой канализации, схемы и программы развития энергетики, строительства оптово-распределительного центра. В любом случае, заключил губернатор, проблем и вызовов много. Но глава города уверен – при поддержке федеральных властей и президента местным властям их удастся решить. Святослав Данилов, Новости Севастополя.